а я вас глубоко и нежно приветствую на своем youtube канале как всегда мог банк и самая интересная тема только у меня на канале вас приветствую старые новые подписчики ребят этот не у меня не просто мукбанги у меня мукбанги с историями от моих подписчиц вообще от подписчиц которые ведут группы связаны между отношениями женщины мужчины любовь кекс секс ну короче все что мы с вами любим сегодня у меня домашние пельмени которые я лепила сама два соуса домашние типа как аджика угостила мама меня подруги и соус чесночный белый ну что давайте поедим как говорится и сегодня у нас тема про бывших опять про бывших никак мы бывших не можем отпустить и поедим пельмени пока горячих не знаю у меня мама и дядя саша едят вилка пельмени ребят я ем ложкой я не могу есть вилка пельмени никак вчера я ела с уксусом прекрасно вообще супер отварила 12 штук вроде лепила ребят как будто маленькие опять вышли лошадины но не умею я никакого варить маленькие пельмени никак не умею вам главное чтоб видно все было они вечно у меня вот такие лошадины и получаются красного соуса знаете как называется тема хочу переспать с бывшим но у меня есть мужчина девушка пишет в одну группу делится своими эмоциями поэтому это и стоит история опять про бывших не хочу я переспать не с одним со своим бывшим не хочу то что было у меня то было не знаем бывшие меня как-то вообще и конечно не буду зарекаться меня вообще не возбуждает мне они вставляют пускай там с ними возикуются другие девушки сейчас вам зачитаю историю про бывшего хулиганка какая девушка находится в серьезных отношениях уже пятый месяц мы живем маленьком городе в октябре на мою работу устроился мой бывший у нас с ним не было серьезных отношений просто несколько месяцев флиртовали и занимались сексом это было три года назад в принципе это бывшего даже и бывшим не назвать это был просто секс-партнер правильно же то есть я думаю сейчас мы с вами раз в этом подискутируем на эту тему обязательно тогда мы прекратили этот роман потому что он уехал зарабатывать другой город мы с ним тогда еще немного переписывались на расстоянии и все сошло на нет вскоре он вернулся но общение не возобновили в итоге в октябре он устроился на мою работу я была удивлена но меня это особо не трогало были приятные эмоции все мы даже практически не общались в конце ноября уже начали общаться начали ходить на обеды и курить вместе общение переросло в ватсап с его стороны пошел активный флирт ностальгия я тоже шутила так опять потеряла тоже шутила и поддерживала такое общение но сказала сразу что у меня есть отношения то есть она сразу сказала общение продолжилось и на работе и в телефоне то есть видите у них ностальгия прошло за ребят ну не знаю конечно все в жизни бывает и после долгих расставаний люди сходятся и расходятся в итоге общение продолжился и на работе и в телефоне начала понимать что меня к нему сильно тянет несколько раз вспомнила наш секс возбуждалась и мысли постоянно об этом в декабре мне прямо сказал что скучает по мне и ностальгирует по тому времени но хочет даже попробовать нечто больше я понимаю что не готова сейчас расстаться со своим мужчиной и все терять то есть а что терять ну видимо отношения терять сейчас не начала сводить общение на нет а пристала активно отвечать и на работе теперь в основном провожу время с коллегой но это мне не помогает интерес не пропадает а я не знаю что делать подскажите если кто-то был в такой ситуации как вы отвлекались от таких мыслей как перестать хотеть человека которого тупо видишь каждый день ну слушайте овладела страсть овладела желание безусловно это скорее всего не про чувства это про желание про наши животные желания да я так думаю но переспит она с ним любит от другого человека будет потом знаете совесть может мучить что она там изменила и возможно кстати вы знаете как бывает вот нам кажется мы вожделеем человека нам кажется что у нас будет сумасшедший секс особенно когда он был и ты ностальгируешь ностальгируешь да но сейчас он может быть не такой классный и вот не такой запах то есть все меняется меняется согласитесь ностальгия такая вещь вот я порой себе вообще не дарю не доверяя в этом плане во первых так устроен что мы мы вспоминаем только хорошее то есть у нас притупляются какие-то моменты которые нас не устраивали мы запомнила запоминаем что было все хорошо было все отлично у нас было все супер и это такая мне кажется как обманул мозга что на самом деле было не все супер абсолютно не все и знаете вот эти ностальгическим и там вот но у меня бывало раньше этом ностальгировала давным-давно по своему городу ностаги ностальгировала по и у кое-каким отношениям и мы вот знаете мозг забывал о том что было не все так гладко было плохо там было очень плохо там но мы вспоминаем какие-то вот романтические да вот вещи но девушки что могу сказать не стоит верить себе потому что она испортит а вдруг парень и узнает и она действительно потеряет и этого мужчину ради кого ради чего ради одного раза сексом из-за того что она там ностальгирует но не просто же они изначально не были вместе то есть их связывал только вот это вот знаете может быть какой-то кармический партнер я не знаю как вот объяснить с точки зрения наши тянет бывает к тому чему не надо вот заметили кстати ребят нас порой тянет людям которые которые нам какие-то ну как вот кто поймет кармические с которым у нас ничего не будет но у нас там с ним страсть такая да там сексе а с тем кого мы любим у нас нет такой страсти обычный обыденный мы вот все хотим туда где страстно где за за волосы и об стенку грубо говоря ну не об стенку конечно жарко стало пельмешки горячие не знаю что вы посоветуете девушки стоит не стоит а может быть если она этого хочет а того может быть вообще не любит кстати по честному скажите вы изменяли своим своим бывшим может быть нынешним у меня была измена измена из-за мести но так нельзя делать абсолютно я была молодая горячая эта измена мне не ну не принесла никакого удовольствия ни в плане физического ни в плане ну как бы моральные и вообще это не надо было вот это вот какая-то измена такая знаете тяпляп вот это поругалась рассталась вернее не поругалась рассталась со своим парнем в очередной раз конечно ну ладно и у подружки был хороший друг и мы поехали естественно там в центр гулять к нему домой ну естественно там или пиво и как-то вот он знаете такой парнишка еще такой вот он ловила ну как ловила с такой вот обольститель есть такие обольстители вот и я думаю почему бы нет но сейчас вот 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 я хочу мы же расстались он обидел он козел но вообще никакущий был отвратительный с ним нет ну короче он повозякался я повозякалась мы повозякались в итоге все сошло на нет я еще вот это вот не могу дома не могу спать или с кем-то не могу спать с чужим человеком на короче вот это вот какая-то неизмена черти что вообще поэтому не стоит вам вообще ради ради вообще не надо изменять расстались чужие люди стали все тогда можете хоть хоть тебе и 10 любовников ну когда вот вместе хотя мы тоже же расстались но видите я тут лукавлю мы постоянно расставались то есть это уже за расставание даже не считалось понимаете уже как бы как бы типа не расставание а типа вот просто поругались ну такая вот сволочь ну что на этой минуте минуте я с вами прощаюсь потому что я уже наелась два пельмешки уже ну не затолкнусь просто я вас целую обнимаю не забывайте лайк пока